Могчимость детей больше важна за его физическое загадание. Под таким девизом 20-ти годов працует областный центр медреабилитации для детей с порушениями центральной нервовой системы опорно-рухольного аппарата. Как стационарный центр такого кшталта, его створили первым в республике про реабилитацию, что год тут проходит коля тысячи деток. Дякуючи специалистам и сучасному обстановлению, многие из них могут доброе интегроваться в обычное житие. Материал Кристины Каранкевич. Ходить, рука лучше стала. Левая чуть похожа, но после ботокса она стала мягче и пальцы чуть-чуть зашевелились. 12-ти годовая Лиза рассказывает про свои достигнение. У центра и она шматчем у научилась. Три годы тому девчонку целком паралізовала за прорыву артерии спинного мозга. У Минске РНПЦ провели операцию, теперь Лиза усяму учится на новое. Для нас самое главное ЛФК, потому что инструктора помогают правильно разработать мышцы, научиться просто правильно стоять, правильно делать шаг, правильно поднимать ногу, ставить ее, пускать именно с пятки на носок. Реабилитацию центры проходят каля тысячи детей из усей в области от года до 18-ти. Логопеды, неурологи, ортопеды, психологи допомагают переодоливать боль и робить крок наперед. Сегодня, говорит загаджица центра Святлана Суворова, структура их пациентов изменилась. Если раньше это были преимущественно дети с органическим поражением центральной нервной системы, сегодня мы беремся за решение более сложных проблем. Есть у нас дети после тяжелых черепно-мозговых травм, есть дети после перенесенных нейроинфекций, есть дети, у которых достаточно редкие сосудистые опухолевые заболевания. Мы рады, если нам удается достаточно эффективно им помочь. Мета-специалистов вызначить детячие сдольности и максимально их развить. На поспеховость реабилитации уплывает сучасное обсталевание. Вся рода пошнега – это жамчужная ванна. Жамчужная ванна хороша тактильным массажем, то есть пузырьки газа, они оседают на кожном покрове и раздражают рецепторы кожи. Специалисты говорят, главное – бачить плен своей работы, коли были пациенты поспехово интегруются у дорослым життям. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, Новина Регион.